От украшений до предметов быта. Все в единственном экземпляре. На выставке мастеров в Шенкенте настоящая кладовая подарков. Браслеты, подвески, мыло, часы, шкатулки, игрушки и вещи хендмейт. Все это многообразие не сыскать ни в одном супермаркете города. Самым необычным сувениром, пожалуй, оказалось царство Тильд. Норвежские куклы для одних предмет интерьера, для других оригинальный подарок, а для третьих неповторимая коллекция. Мастерица Валентина Радзиевская готова часами рассказывать о своих кукольных дочурках и о том, как сложно расставаться с теми, в кого вложено так много сил и времени. Худышки есть, есть толстухи. Я тоже попробовала. И мне понравилось, я стала их шить. Сейчас большей частью я шью маленьких кукол. Как-то вот большие у меня, как первоначально я сшила. Ну, когда у меня я распродаю их, я пополняю все равно. Если время ограничено, если ничего дома, ничего не делать, только передохнуть где-то как-то и заниматься этим сутки. Сутки. Хоть на большую, хоть на маленькую, разницы нет. Потому что шьется все это вручную. Хоть на машинке, но там обработка и всякие мелкие детали очень кропотливо и долго, длительно делаются. Во-первых, самое изначально вывернуть надо ее, прострочить и вывернуть. Это самый сложный процесс в этой кукле. Учителя, художницы и даже теннисистки. Основа тильды делается из бязи, а затем куклу набивая синтепоном. Для нарядного образа в ход идут батист, лен, ситец и хлопок. Коллекция необычных кукол не единственное, на что обращают внимание гости выставки подарков. С подругой пришли и нам интересно стало, что здесь. То есть мы увидели ручные изделия. И я сюда зашла не просто так, потому что моя младшая сестренка, она просила цепочку Софии. И я решила посмотреть, может я найду эту цепочку здесь. Но я посмотрела, я такую цепочку здесь не увидела, но здесь очень красивые изделия, которые сделаны из ручной работы. Мне очень понравилось. А не понравится и не может. Материал, из которых хендмейкеры создают оригинальные вещи, необычный, заказанный в специальных лавках, либо выполненный из того, что для многих кажется обычным мусором. Разглядеть полезное в ненужном. Мастерам удается с первого взгляда, а вот их работы зачастую оценивают недолжным образом. Мастера, профессионалы, которые выезжают и на выставки в столицу, то есть в Астане и в Алма-Ате участвуют. Кто-то выезжает на международные выставки. Оценка работ очень высокая. Зачастую говорят, что несмотря на то, что у нас как бы очень медленно продвигается признание именно изделий ручной работы, мастера у нас высокого класса. Бывает такое, что до сих пор приходят люди, которые удивлены и говорят, а у нас, оказывается, проводятся такие мероприятия, приятно уделены. Ну и, конечно, они уже становятся тоже постоянными нашими посетителями, что очень приятно. Да, мы пытаемся это развивать. И пускай это не так быстро, как хотелось, но, тем не менее, интерес растет. Выставка подарков и сувениров будет проходить в Шемкенте два раза в месяц. В следующий раз она состоится 21 и 22 октября. О месте проведения выставки подарков организаторы сообщат заранее в социальных сетях.